Добрый день! В эфире Парасад, программа Кузыбаев University и с вами ее ведущая Ксения Гурьянова. В ближайшие 20 минут вы узнаете последние новости университета. Мы расскажем вам о его студентах и преподавателях. Не переключайтесь! Олегиум Электрикал Наши корреспонденты посетили предприятие Олегиум Электрикал, на котором студенты 4-го курса ФИЦ проходят очередную производственную практику. Завод, распахнувший свои двери относительно недавно, уже принимает к себе студентов-практикантов. Подробнее осветит эту тему Аида Хамзина. Каждый год студенты 4-го курса проходят производственную и преддипломную практику. Кузыбаев University ведет тесное сотрудничество с предприятиями региона. Цель данных учреждений, представляющих место для стажировки, закрепления теоретических знаний и подготовка будущих специалистов в своей профессии с дальнейшим их трудоустройством. Одним из таких партнеров является Олегиум Электрик, открывшийся в 2022 году. И сегодня здесь, на современном производстве, проходят практику 16 студентов выпускного курса факультета инженерии и цифровых технологий. Наш завод открылся в 2022 году. Сейчас здесь работает около 150 человек. Конечно, поначалу была нехватка кадров, но мы не жалуемся, а ищем всевозможные варианты решить эту проблему. Чтобы обучить местных рабочих, мы специально позвали квалифицированных мастеров из Кенталского и Ураусского трансформаторных заводов. Также к нам отправляют студентов с местного университета для прохождения практики. Мы стараемся всё досконально объяснить и показать. Наши главные требования – это дисциплина. Где есть дисциплина, будет и качественная работа. Радует подход руководства компании. Ребята обеспечены бесплатным питанием, имеют возможность материального стимулирования во время практики, после освоения закреплённой работы. Для них специально шита спецформа красного цвета. У всех остальных сотрудников синяя. Это сделано для того, чтобы все на заводе знали, что перед ними студенты и что им требуется помощь и поддержка. За каждым практикантом закреплён наставник, который даёт ежедневную обратную связь. И самое главное – у студентов, которые проявят себя, есть реальный шанс трудоустройства после окончания университета. Наша практика проходит уже на протяжении полторы недели. Вполне неплохо. Всё устраивает. Чистые рабочие места. Хорошие люди. Мастера образованные. Всё приятно объясняют. Как трудоустройство уже рассматривал. То есть, уже четвёртый курс. Нам нужно определяться с работой. И так как завод новый, вполне себе неплохо было бы здесь устроиться. Директор завода утверждает, что главными навыками, которые должен обладать практикант – самодисциплина и ответственность. Чему наши студенты стараются соответствовать. Производственная практика в электротехническом заводе позволяет не только набираться опыта, но и становиться стимулом студентов для выбора будущего места работы. Ребята уверены – это будет компания «Олегиум Электрик». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в рамках рубрики «Наши таланты» мы поговорим с Ибраемом Мурзаковым, студентом второго курса специальности финансы, который готов баллотироваться в президенты Казабаев-юниверсити. Здравствуйте, Ибрай! Расскажите, какова была Ваша мотивация баллотироваться в президенты Казабаев-юниверсити? Здравствуйте, Вячеслав! Я баллотируюсь на пост президента студенческого правительства для того, чтобы улучшить жизнь студентов в нашем университете, больше организовать мероприятия для студентов, способствовать их большему развитию, большему развитию навыков, общение, чтобы они себя чувствовали в университете достаточно хорошо. Расскажите о своей программе, что было заложено в ее основу, какие идеи сподвигли вас в том числе баллотироваться и охарактеризуйте в целом вашу программу. Я выдвинул три основные идеи своей превыборной кампании. В качестве идеи создания студенческого правительства я подразумеваю то, что необходимо создавать партии внутри каждого факультета, всего их восемь, восемь политических партий или может быть больше, чтобы они отстаивали свои идеи, свои предложения каждого факультета на заседании студенческого парламента. Но я считаю, что без политики невозможна жить в современном обществе. На ней завязана вся наша будущая жизнь. Мы будущие партийные работники, будущие работники госслужбы, будущие работники банков, силовых структур. И без политики мы никогда не обойдемся. Что вы понимаете под политическими партиями? Какой вы смысл закладываете в данное выражение? И почему они так необходимы для нашего университета и для отдельных факультетов? Под политическими партиями, Вячеслав, я подразумеваю создание студенческих фракций по интересам внутри нашего университета, где студенты с активной студенческой политической позиции смогут отстаивать свои предложения, свои идеи, которые способствуют развитию, улучшению жизни в нашем университете. Ибрай, как вы думаете, какие личностные качества, характеристики помогут в вашем устремлении? Да и в целом, каким вы видите себя, если займете данный пост? Это прежде всего честность. Второе, это трудолюбие. Третье, это уделение своего собственного времени. Так известно, что студенческий президент, он очень занят на решение всех насущных проблем, которые у нас в университете есть. Он полностью себя отдает работе. И я считаю, что у меня данные качества есть, и я готов принять на себя такую ответственность. Ибрай, расскажите о своем хобби, что еще вот, поскольку у нас называется рубрика «Наши таланты», что вы можете еще рассказать о себе, чем вы можете поделиться со студентами, с будущими избирателями? Я написал более пяти научных статей. Я обладатель гранта «Монаша Козыбаева». Имею более 20 грамот и благодарности от руководства университета за активную общественную позицию и за активное участие в жизни университета. Хотел бы также упомянуть область научных интересов, так как я финансист, я все-таки изучаю плановую экономику государств, членов организации Варшавского договора или социалистических стран Восточной Европы, в том числе Советского Союза. На данный момент я пишу три статьи на данную тему. На тему плановой экономики, использование машинного обучения и компьютерных технологий в плановой экономике, так как я считаю, что это достаточно актуальная тема. Если взглянуть на пример Китайской Народной Республики, там как раз используется плановая экономика вместе с рыночной экономикой. Так как Китай сейчас является второй экономикой мира после Соединенных Штатов Америки, я считаю, что элементы плановой экономики необходимо брать и вооружаться ими в нынешних реалиях. Спасибо вам, Ибрай, что поделились информацией о себе, рассказали о своих планах, рассказали о своей программе. Желаю вам удачи в данном конкурсе. И хотелось бы, чтобы вы дали слова напутствия нашим зрителям и обратились к ним, возможно, рассказав, так скажем, лаконично о том, почему они должны выбирать вас. Спасибо вам большое за приглашение на данное интервью. Хотел бы обратиться к дорогим телезрителям, призывая вас проголосовать за достойного кандидата, кандидата номер один на пост президента студенческого правительства Умурзакова и Брая Галмжановича. Выборы пройдут 14 февраля 2023 года на базе Microsoft Teams. Вся информация о выборах представлена на главной странице университета Козыбаев University в Инстаграме. Дорогие друзья, спасибо за внимание. Напомню, это была рубрика «Наши таланты». Оставайтесь с нами и всего вам хорошего. Невозможно отрицать тот факт, что детектив является популярным жанром во все времена. Так, начиная с эпохи Эдгара Алана По и заканчивая современными авторами, можно заметить, как этот жанр повлиял на наше восприятие в погружении остросюжетных и, казалось бы, невероятных историй. Одним из таких вдохновителей детективного жанра принято считать сэра Артура Конана Дойля. С вами рубрика «Свежий взгляд» и я, ведущий, Олег Касинов. Сегодня мы поговорим о великом английском писателе Артуре Конане Дойле, погрузимся в его биографию, изучим его тайны, уголки творческой жизни и посмотрим, как данная личность изменила восприятие в жанре детективов. Родился Артур 22 мая в 1859 году в столице Шотландии – Эдинбург. Сама же семья будущего писателя была творческой и обладала популярностью у себя на родине. Так, глава семьи Чарльз Олтимент Дойл являлся художником и архитектором, который создавал изображения в готическом стиле. Но семейная жизнь Артура была в затруднительном положении из-за финансовых трудностей, и в первую очередь это касалось отца, страдающим от неуравновешенной психики, депрессии в профессиональном творчестве и алкоголизме. Поэтому детство Артура было не такое радужное и счастливое, так что в основном помогали родственники в финансовом и физическом плане. Они же отправили ребёнка в закрытый иезуический колледж – Строттенхилл, где Артур не желал обучаться и воспринимать религиозные предрассудки местной школы. После окончания колледжа Артур вернулся в родной дом и решил сделать карьеру медика, тем самым пошёл учиться в Эдинбургский университет. Так, творческое восприятие к литературе у юного Дойла зародилось благодаря матери, которая всегда занималась детьми и пристрастила детей читать детские книги, в особенности героические эпосы. Вдохновляясь прочитанным рассказами и сказками, Артур пробовал писать свои маленькие истории, но на серьёзный творческий путь писатель вступил, будучи студентом третьего курса, решил сделать пробу пера и написал рассказ под названием «Тайны долины Сассас», который был опубликован в местном журнале Эдинбургского университета. Окончив вуз, Дойл долгое время искал свою веху в жизни, новые цели, творческие идеи и полностью погружался в литературу. В 1890 году выходит роман «Торговый дом Гердстон», где автор затрагивает актуальные для Англии тех времён криминальные бытовые темы, показывая, как люди могут манипулировать с помощью своих мастерских талантов и находя в любом маленьком человеке собственную выгоду. Это произведение критики и массовые читатели приняли с восторженными отзывами, и Артур решил дальше совершать новые идеи на пути будущего успеха. Одним из знаменитых образов в повестях и рассказах Артура Конана Дойла стоит считать непревзойдённого детектива Шерлока Холмса. С ним же связана большая часть творческой жизни автора. Детектив-консультант Шерлок Холмс и его бессмертный помощник в лице доктора Джона Ватсона появились на страницах британского журнала в 1987 году. Поиск под названием «Этюг Багровых Тонах» познакомили читатели с новым миром детективов и продемонстрировали яркий контраст образов персонажей и лихо закрученный сюжет, который, в свою очередь, используется в современных романах и кинофильмах. Атмосфера таинственного Лондона, невероятные загадки, незабываемые антагонисты и всеми известная улица Бейкер-стрит, дом 221-Б, стали своего рода неотъемлемой визитной карточкой любой истории с Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном. Образ сыщика, его манеры, благородство, любовь к своему делу и остроумие настолько сильно впечатляют читателей, что многие считают Шерлока существовавшим в наших реалиях человеком. Однако, как рассказывал сам писатель, образ сыщика был позаимствован от Джозефа Белла, сослуживца Дойла, он же единственный среди знакомых людей, который обладал исключительным даром изящного ума и аналитическими способностями. Доктор Белл работал хирургом, который без труда и замедлений подробно описывал любого человека о его занятиях, характере, прошлых событиях и возможных привычках. Писатель в мельчайших подробностях подходил к созданию персонажей детективных историй и старался дать Холмсу те качества, которые заложены в каждом из нас. Но не менее важный персонаж и действующее лицо всех работ писателя это бывший военный хирург доктор Джон Ватсон. Он же является прототипом самого Конана Дойла. От его лица ведутся все наблюдения и повествующие части истории. Повесть о тюдбокровых тонах смогла обогатить литературную кладовую детективных шедевров и дать читателям прекрасный дуэт и сюжетные переплетения. Вон идет джентльмен. Что вы можете о нем сказать? Это лондонец. Идет привычной дорогой, не оглядывается по сторонам. Логично. Человек зажиточный. С хорошим аппетитом. Это видно по одежде и по брюшку. Браво! Еще очков в вашу пользу. Пожалуй, все. Я могу еще кое-что добавить. Ему 48 лет. Он женат. Имеет сына. Очень любит свою собаку Рыжова Сеттера. И работает в Министерстве иностранных дел. После истории с часами я готов верить всему, что вы скажете. Но черт возьми. Как? Нет ничего проще, дорогой Ватсон. Дело в том, что этот человек... Мой родной брат Майкер Хоуза! Так рассматривая кинематограф и его особые способности в создании новых образов для привычных героев, можно с уверенностью сказать, что детективное чтиво сэра Артура Конана Дойла было всегда на высоте и не раз экранизировалось. Но одним из лучших классических детективов, с приятным голосом, нелишенного острого юмора, запоминающейся музыкой, от режиссера Игоря Маслякова выходил незабвенный цикл фильмов «Приключения Шерлока Холмса». Главную роль сыщика сыграл талантливый актер Василий Ливанов. Мистер Ватсон. Да-да? Это роман. Да. Вы что, читаете романы? А вы хотите сказать, что не читаете? Это же Диккенс. Не читал, не читаю и не собираюсь читать. Я вообще не читаю билетристику. Сам же Артур Конан Дойл считает свое произведение о Шерлоке легким чтивом и готов был поспорить с читателем о восторженных отзывах к сыщику и его похождениям. Однако он был рад тому, что смог внести свой вклад в изменение структуры понимания в жанре детективов. Помимо приключений Шерлка Холмса, британский писатель погружался в научно-фантастические изыскания и мистические события. Так, к примеру, роман «Затерянный мир», повествующий о необычайных приключениях и авантюрах журналиста Эдуарда Мелуи и харизматичного профессора Челленджера, который обнаруживает «Затерянный мир», где обитают неведомые современному обществу существа – человек-обезьяны, динозавры и дикари. Роман удостоился высоких оценок от читателей и является бессмертной классикой, которая повлияла на массовую культуру, как на другие фантастические книги, так и на кинематограф. Умер сэр Артур Конандуэ в возрасте 70 лет. От сердечного приступа их похоронен в национальном парке Нью-Форест. Его жизнь была полна открытий и необычных приключений, которые отображались в культурных произведениях. Наследие автора, выражающиеся в творческих идеях и невероятных образах, никогда не угасло у массового читателя. На этом наша рубрика подходит к концу, но мы с вами не прощаемся, а говорим «до новой встречи». И помните, что знание – это сила. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на сайте nku.edu.kz Следите за новостями университета в социальных сетях – Facebook, Instagram, ВКонтакте. Следующая наша встреча состоится ровно через неделю, в это же время, на этом же канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok